В эфире «Новости Дагестан». Здравствуйте, я Фатима Путалибова и коротко о главных темах. Волк напал на детей в Цунтинском районе. Подробности происшествия через минуту. Еще одна трагедия на дороге. В результате наезда автомобиля погиб 13-летний ребенок. Десятки боевых кораблей и авиация. Каспийск готовится к параду в честь Дня ВМФ России. Полноценный мост вместо насыпной переправы. Жители микрорайона Кемпинг теперь будут ездить по новому путепроводу. Трагическое происшествие в Цунтинском районе. Накануне около селения Кидыро на детей, которые купались в реке, напал волк, вышедший из леса. Одного ребенка зверь укусил, другому удалось убежать. А третьего, 9-летнего мальчика, зверь забрал и унес в лес. Полицейские и местные жители прочесывали местность час, по истечению которого тело ребенка было найдено на другом конце леса. Второй мальчик жив и находится в больнице. Его состояние оценивается как стабильное. В свою очередь, Минприрода региона направила в Цунтинский район группу егерей и охотоведов. У специалистов есть предположение, что животное страдало бешенством, поскольку такое поведение не характерно в летний период, когда отсутствует дефицит естественной кормовой базы. 13-летний ребенок погиб в результате наезда автомобиля. Трагедия произошла в селе Нечаевка Кизелюртовского района. Там 17-летний подросток за рулем девятки, не имея водительских прав, выехал на полосу встречного движения. Не заметив мальчика, который передвигался на велосипеде по проезжей части дороги, он наехал на него. В результате от полученных травм ребенок погиб на месте. Расскажите по поводу дорожно-транспортного происшествия, которые сегодня вы совершили. Был на работе, выехал на автомобиле в сторону Нечаевки. И в обратном направлении случился наезд на пешехода, который двигался по проезжей части. Пешехода не было видно, так как освещение плохое. И вокруг леса, вокруг деревьев не было видно. Из-за этого совершенно есть. Содейные рассказываетесь? Содейные рассказываетесь. Содейные рассказываетесь. Значит, что случилось, то случилось же. Значит, сложно это было. Каспийск готовится к военно-морскому параду ко дню ВМФ. В мероприятии будут задействованы десятки боевых кораблей, катеров, судов, артиллерии и системы залпового огня. Напомним, праздник ко дню ВМФ проводится в Санкт-Петербурге, Североморске, Калининграде, Севастополе и Владивостоке. А с 2020 года к параду присоединился и Дагестанский Каспийск, где и теперь базируется Каспийская флотилия. Безопасные качественные дороги. Ход реализации национального проекта проинспектировал заместитель главы города Махачкала Алибулат Магомедов. Представители столичной администрации посетили улицы Кулиева и Садовую в Советском районе, а также дорогу от улицы Акушинского 112В до улицы Попова в Кировском районе Махачкалы. На месте выяснилось, что на данных участках подрядные организации не могут приступить к укладке асфальтового покрытия, так как не произведена замена системы водоснабжения. Замена водопровода на улице Кулиева когда присчитать? Замена после Попова улицы. До конца августа нам срок дайте, если есть такая вода. Однако, по словам руководства Махачкала водоканала, замена водопроводно-канализационной системы будет завершена к концу августа текущего года. Сотрудники мэрии, в свою очередь, посоветовали ответственным уложиться в обозначенный срок, чтобы избежать критического срыва ремонтных работ. Установлены сроки, попросили нас немножко сроки передвинуть, потому что объем работы большой. На этой улице только замена водовода где-то порядка 380 метров и на улице Кулиева где-то около километра. Проезд от улицы по поводу Агучинского 112В было обещано завершить в течение нескольких дней. Спустя три десятка лет, наконец, нормальная дорога. Жители улицы Маршала Жукова выразили слова благодарности столичной мэрии за качественную работу по укладке асфальтобетонного покрытия. Здесь установлены бордюрные камни и обустроены тротуары. Данная улица пролегает не только между домами микрорайона, но и ведет к детскому саду номер 88. В столичной мэрии сообщают, что помимо дорог в Махачкале происходят и другие изменения. Создаются все условия для пеших прогулок. Город поэтапно преображается. Мы были просто поражены, удивлены, что руководство жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы и мэрии города Махачкалы в лице мэра Салман Кадьяевича, я знаю его принципиальная позиция, это позиция, связанная с тем, чтобы украсть наш город. Асфальт довели даже до нашей улицы. Это вообще, словами, вообще супер, супер. Вообще, я же говорю, наши аплодисменты и дуа, мы, как говорится, хорошая команда. Там же не одним миром это делается, это команда. Я живу здесь почти 30 лет, около 30 лет. Дорога действительно находилась в ужасном состоянии. Яма на яме. Вот я хочу сказать огромное спасибо от всех нас, жителей, всех соседей, прежде всего нашим строителям, которые вложили свою душу в эту работу. Они действительно тут, я сам тоже строитель, я смотрел за ними, они очень качественно старались. Ребята, им за это спасибо. Справились с работой меньше, чем за месяц. В Каспийске, в микрорайоне Кемпинг, состоялось торжественное открытие моста, в котором местные жители нуждались несколько лет. И вот проблема решилась. В продолжении темы сюжет Карима Даниева. Еще три недели назад здесь был хлипкий деревянный пешеходный мостик и насыпная переправа для машин. Конструкции кустарного производства уже не справлялись с увеличенным потоком автомобилей. И к тому же их нередко смывало рекой из-за обильных дождей. Теперь об этой проблеме жители микрорайона Кемпинг могут забыть. Ведь здесь построили полноценный железобетонный мост. В нашем районе начались решаться социальные вопросы, которые влияют на жизнь ежедневно наших жителей. Тем самым это у нас действительно является дорогой жизни. И этот мост на нас жизненно был необходим. И вот от лица наших всех жителей, даже тех, кто не присутствует, большое количество тут. Выражаем огромную благодарность Борису Ивановичу вам и Абдул-Вахиджаватовичу. И всем строителям, которые строились здесь и в жаркую погоду, и в ненастную погоду. Выражаю вам огромную благодарность. Спасибо вам за вашу работу. Рабочие справились с задачей довольно быстро. Меньше месяца назад был заложен первый камень. А сегодня основные работы уже подошли к концу. Осталось красиво оформить. Все по графику и без отставаний. На торжественное открытие моста пришли мэр Каспийска Борис Гонцов и другие официальные лица. Они отметили, что работа на благо города будет продолжаться повсеместно. Еще много работы предстоит и по асфальтированию, и по организации дорожного движения, и по расширению на противоположной стороне земельного участка. Я думаю, что мы, сообща все вместе, сделаем в единстве наша сила. Поэтому поздравляю всех, желаю всего самого хорошего. Мы постепенно идем по всем микрорайонам, по всем уголкам города Каспийска. Я думаю, что мы никого не оставим без внимания, без каких-то полезных, нужных дел для жителей города Каспийска. Право к первым проехать по мосту было доверено местным жителям. Мероприятие завершилось танцем ансамбля «Молодость Каспия», а также праздничным фуршетом. Карин Данив, Мурат Бикбарзов, новости ННТ, Каспийск. Сокращение времени в два раза и повышение уровня транспортной безопасности. Все это обещают по итогам ремонта отрезка трассы «Кавказ» общей протяженностью 46 км. На данный момент ведутся работы на участке Хасавюрт-Махачкала и на маршруте из Каспийска в Дербент. На семи объектах капремонта задействованы более 500 дорожных рабочих и 350 единиц спецтехники. С учетом интенсивности движения на дороге установят так называемое осевое ограждение для исключения самого опасного вида ДТП – лобовых столкновений. Для пропуска воды под проезжей частью меняют и увеличивают длину водопропускных труб. Кроме того, для жителей, прилегающих к маршруту населенных пунктов, благоустроят пешеходные зоны. Университетские смены завершились в Дагестанском государственном педагогическом университете. ДГПУ в рамках образовательной программы Министерства просвещения России с июня по июль месяце приняли более 200 детей из ДНР и ЛНР, которые отдохнули на берегу Каспия. Программа также предусматривала интеллектуальные и спортивные состязания, игры, квесты, экскурсии в музеи, памятные места и достопримечательности республики. Все эти дни с ребятами работали лучшие вожатые, педагоги и психологи университета. В первую очередь мы узнали многое о Пазориме, которое исполнилось 90 лет. Мы узнали о том, что есть Сулейман Стальский, прекрасный поэт, прекрасный прозарик, можно сказать. У него очень много дневников и так далее. На самом деле наши отряды сплотились и очень много слушали о нем, читали его стихотворения даже на юге. И это прекрасно. Дагестан. В первую очередь это традиция, культура, а также восточное госпитинство. Дороги, встречи и воспоминания – это самые памятные. Вот и дорога пролегла сюда, и встречи у вас были. Теперь как воспоминания у вас будут, естественно, общение ваше с друзьями, новыми друзьями, которые, естественно, отдали частичку себя, свои чувства, свою любовь, и вы с собой увозите. Мы не прощаемся, но мы говорим до следующей встречи. Предупрежден, значит, вооружен. Сотрудники Роспотребнадзора провели на улицах Махачкалы акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с гепатитом. В этот день специалисты отдела эпидемиологии рассказывали горожанам об опасности вирусных гепатитов, о путях передачи инфекции и способах защиты от тяжелого заболевания. Каждому участнику были даны памятки с короткой, но важной информацией. Такая акция проводится ежегодно с 2011 года. Мы здесь проводим санитарно-проститическую работу среди населения, объясняем им вообще, что это за болезнь, и меры профилактики, рассказываем, где можно заразиться. Наиболее такие места, где существует высокий риск заразиться, такие как стоматология, маникюрные салоны, рассказываем им о механизмах передачи этого заболевания и о мерах профилактики. Нужно проводить санитарно-проститическую работу среди населения, объяснять. Некоторые люди не знают об этом. И даже те, кто знают, им нужно напоминать тоже правила личной гигиены, чтобы соблюдали. Это вроде бы такие элементарные вещи, которые все знают, но когда людям напоминаешь, они больше обращают на это внимание. Поэтому здесь нужно почаще проводить такие мероприятия. Мачкалинская «Динамо» готовится к игре с «Волгарем» из Астрахани. Матч третьего тура первой лиги пройдет 31 июля на стадионе «Центральный». На свой второй выездной матч дагестанский клуб возьмет с собой болельщиков. Им обеспечен бесплатный транспорт до Астрахани и обратно. «Динамо» после двух сыгранных туров имеет в своем активе 4 набранных очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Волгаря» три очка и 12-я позиция в турнирной таблице. И на сегодня это все. Смотрите нас также на Яндекс.Дзен и ВКонтакте. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...